Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главном событии недели – 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Коротко о главном. 9 мая Брещино отпраздновало выдающуюся дату – День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Порядка 40 тысяч человек склонили головы перед теми, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства, дал свободу и независимость многим странам, кто 74 года назад совершил подвиг и преодолел войну ради жизни и ее продолжения. Золотая литера и золотое перо – престижные награды на 23-й международной выставке СМИ в Беларуси в копилке достижений коллектива областной газеты «Заря». Особенный фестиваль для особенных артистов. 15-й международный фестиваль «Непротоптанный шлях» встречает театральные коллективы из Белоруссии, России, Литвы, Польши и Украины. Об этом и не только. Прямо сейчас. Брещена торжественно отпраздновала великий праздник для нашего народа и всей белорусской земли. 74 года назад прозвучало долгожданное слово «победа». Оно прокатилось по всему миру праздничными салютами, вошло в каждый дом, в каждую семью слезами радости. Эта священная дата стала символом гордости и славы, мужества и отваги, неразрывного единства и сплоченности нашего народа. В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов. 9 мая. Самый светлый, торжественный и подлинно народный праздник воинской славы и гражданского мужества. Время невластно над подвигом. Он золотыми буквами вписан в летопись нашей страны. Он в каждом из нас. Никто не забыт и ничто не забыто, говорят брещане. И каждый год 9 мая тысячи людей, жители приграничного города, гостей, прибывших из России, Украины, Польши и Молдовы, идут в священную цитадель, Брестскую крепость-герои, чтобы преклонить головы и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В Бресте, где был заложен первый кирпичик Победы, проходит праздничное шествие. Память о Великой Победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. О селе Духа и величии фронтовиков о триумфальном шествии ветеранам Великой Отечественной войны расскажут наши корреспонденты. 1941-1945 годы. Сухо скажут учебники о том этапе в истории 20-го столетия, когда мир в буквальном смысле вздрогнул от ужаса, который несла за собой немецкая армия. Покорить Советский Союз для гитлеровской армии означало стать самой могущественной державой. Но какой ценой? Великая Отечественная война войдет в историю как одна из самых кровопролитных, жестоких и беспощадных. Время – объективный свидетель, и чем дальше от нас становятся события тех лет, тем больше осознается масштаб трагедии и важность Победы. 9 мая. Для солдат 40-х, таких как Константин Максимович Кругликов, эта дата всегда будет вторым днем рождения, праздником, к которому готовятся особенно. На чищенные ботинки, галстук, парадный мундир с огромным количеством наград. Но это все внешне. Душа Константина Максимовича, как и каждого следовласого героя, всегда полнится воспоминаниями о непростых операциях, о военных буднях и товарищах, которые не дожили до заветного Дня Победы. Сначала оборонительная была тактика у нас, а потом уже наступательная. Оборонительная, чтобы сбить ихний дух сначала, а потом наступать. Вот так и получилось, так хорошо. В общем, и получилось хорошо как раз. Сначала в оброне были, немцы наступали очень сильно. Они думали о том, что они победят, но видели, как не получилось у них. Конечно же, ветераны возглавляют большую колонну, которая 9 мая идет по центральным улицам города. Эти легендарные люди, как никто другой, понимают важность и значимость их участия в мероприятиях. Ведь не каждому было предначертано дожить до победы. За себя и за того парни. Жили ветераны и будут жить дальше, передавая опыт и жизненную мудрость сегодняшним руководителям. А они, в свою очередь, воспитывают молодое поколение. Эта неразрывная нить будет существовать до тех пор, пока есть историческая память. Ведь и сегодня Святая Победа согревает сердце людей не меньше, чем 74 года назад. Эта память должна быть для того, чтобы не повторились трагедии тех дней. И мы все сегодня, поколение наше, оно должно предпринять все для того, чтобы в нашей стране, значит, и вокруг нашей страны был мир. Это самое главное. Поэтому чувство, значит, уважения и гордости за тех людей, которые стояли. Независимость нашей большой родины и малой родины. Каждый воевал за свою семью, не только, в общем, за родину. Поэтому дань памяти сегодня, как и всегда, мы отдаем этим людям. Ну и будем надеяться, что больше таких трагедий на нашей земле не повторится. Более 40 тысяч человек пришли поклониться в этот день земле Священной Цитадели. Ведь именно ее мощные стены стали первым препятствием для врага. Укрывавшиеся в бойницах солдаты Советского Союза не сдавались до последнего. Молчаливые мы помним у Вечного Огня. В честь тех, кто не дожил до победы, но очень верил и надеялся, что наступит новый мирный день. Слова благодарности в адрес тех, кто с нами. И помнит, как непросто ковалась эта победа. У вас почитают традиции, память наших предков, которые пали в Великую Отечественную войну. Мы поддерживаем, мы с вами солидарны. И мы счастливы тем, что мы сегодня вместе с вами. Это память всем погибшим, всем, кто дал нам мир в этой стране. Дал нам эту жизнь, безоблачную радость, счастье. И с очень хорошим настроением пришли сюда, детей привели, нарядили их, как солдата. Беларусь помнит, мы не забудем. Да, их юность была мрачена войной, но приходя в крепость вновь и вновь, ветераны возвращаются в свои молодые годы. И пусть в висках их седина, они все так же искренне радуются хорошей погоде и наступившему маю, который и сегодня ассоциируется с возрождением, с возвращением к мирной жизни. И то, что она будет на этой земле, сомневаться не приходится. Ведь у нашего края есть свои защитники, которые продолжают уверенно нести гордое знамя страны. День Победы, праздник со слезами на глазах, торжество во имя мужества народа, его силы и героизма. 9 мая Брестская крепость все так же величественна и неприступна, но здесь чувствуется народное единство. Здесь славят события, которые кардинально изменила ход истории. Солдаты Великой Отечественной войны – солдаты по жизни. Они не боятся трудностей, не сетут на бытовые неурядицы. Наверное, потому что знают истинную цену человеческой жизни. И как немного на самом деле нужно, чтобы просто быть счастливым. Трудно пересказать. Ждали этот праздник. Единственное удовольствие в течение года. Со слезами на глазах я расплакалась от радости, что мы дожили до сих пор. Это святой праздник. Я войду начала в Бресте. Я вам должен сказать сейчас еще больше. Мы стараемся, ветераны, сейчас больше прощаться с молодежью. И с ними вещи разговаривают. То есть делать так, чтобы они были на нас похожи. Несмотря на прожитые годы, не тускнеет и не стареет память об этом великом событии – Дне Победы. Помнят о нем и седые ветераны, и юные школьники. Сегодня эстафету ветеранов принимают дети, внуки, правнуки, которые уверены – ужас войны не должен повториться на нашей земле. Для них завещание солдат 40-х – ориентир на будущее. Берегите мир. Старайтесь укрепить страну, укрепить мир, дружбу между народом. Если будет дружить народы, и не будет войны. Чтобы вы жили в мирное время. О войне только из рассказов, из встреч с ветеранами, кинофильмом. Чтобы вы не знали никогда разрыв, когда разрывается бомба или снаряд, и горит от попавшего снаряда здание. Чтобы вы были всегда дома, никогда не уходили, не прятались от снарядов. Чтобы только на свете процветал мир. Важно то, какими мы их выносим. Наверное, это самое главное. Главное, не кем он будет. Будет он инженером, будет он поваром, будет он парикмахером. Главное, каким он будет. Кого он будет представлять. Сумеет ли он защищать свою родину. Готов ли он к этому. И, наверное, это самое главное наше педагогическое, да вообще и ветеранское, будем говорить, задача. Задача, наверное, управленцев одной. Главное, тому, кому мы передаем бразды управления в руки. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдвард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Большинство из воевавших уже нет в живых, но своих героев нужно знать в лесу. Именно для этого и нужна акция «Беларусь помнит». Тысячи людей несут портреты своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла. За каждым черно-белым снимком своя история войны и победы. И да, это именно тот случай, когда передать атмосферу не помогут никакие эпитеты. Настоящая и на мгновение кажущаяся бесконечной людская река. Она растеклась от центра города до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Казалось, что воздух наэлектризован, а люди, пришедшие сегодня на акцию «Беларусь помнит», абсолютно чужие, незнакомые друг с другом, в одночасье стали одним сплошным механизмом. Механизмом памяти и гордости. За своих родных, которые сражались на передовой, и всеми силами приближали победу в тылу. Выживали как могли, рисковали своей жизнью, помогая другим. Сражались до последнего патрона. Особенная, непередаваемая атмосфера. Поразительно, как раскрываются люди в такой обстановке. Хотелось ловить каждое слово, каждый рассказ, каждую уникальную историю. Дедушка под Сталинградом воевал, бабушка под Манчегорском был боевой аэродром. Я счастлива, что мы с родными поддерживаем эту акцию. Ощущение такое, что идешь вместе с ними, с бабушками, дедушками, вот этот путь до Брестской крепости, в Брестской крепости. Очень приятно их представлять. Это портрет моего дедушки, папа моей мамы, Гребенкин Михаил Александрович, старшина. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, после этого еще продолжал воевать. И умер уже на гражданке. К сожалению, во время войны был тяжело ранен, поэтому были проблемы со здоровьем. Это для нас память, для всей страны, не только личная. Акция охватила порядка 9 тысяч человек. Ждали ли организаторы такого количества участников и многочисленных гостей из России, Украины и других стран? Конечно, ждали. Ведь Беларусь помнит это то, что касается каждого без исключения. Эмоции до самых голубин души. Они сегодня красноречивее любых слов. Здесь не сдерживают слез, вспоминая погибших мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Кажется, что сегодня в шествии приняла участие каждая брестская семья. Фронтовые истории своих родных знают даже те, кто никогда не был знаком с ними. Юные брещане признаются, для них нет более трепетного и искреннего праздника. Скажите, пожалуйста, чьи портреты сегодня в ваших руках и зачем вы сегодня пришли сюда принять участие в акции «Беларусь помнит»? Это мой прадедушка. Он был красноармеец. Он воевал для того, чтобы у нас сегодня было солнце над головой, чтобы мы мирно жили. Я несу портрет моего прадедушки. Он прошел всю войну до Берлина и потом еще в Берлине остался на службе. В одной колонне бок о бок пожилые люди с фотографиями своих погибших сыновей, дочерей и дети, которые несут портреты своих погибших матерей и отцов. Портреты красивых мужчин с ясными добрыми глазами. Снимки со временем выцвели и от этого, кажется, стали еще трогательнее и ценнее. Я держу портрет своего отца, папы, который прошел войну с Дальнего Востока, с Владивостока до Берлина. Он был военным летчиком. Для меня это самый большой праздник, потому что всю жизнь я и с отцом, и с мужем. У меня муж военнослужащий, отец, сын, брат. И я всю жизнь прожила среди военных и в военных городках. И для меня это самый большой праздник. И я, как говорится, несу династию своих военных мужчин. Это мой папочка. Он воевал. Пошел в военкомат 22 июня. И в 45-м окончил войну в Зиреловские высоты. Это мой отец, Журко Филипп Алексеевич. Он вначале с армии, служил в армии, а потом началась Великая Отечественная война. И он прошел всю войну. Служил на троих фронтах. Юго-западный, Брянский и Второй Прибалтийский фронт. Какие эмоции вы сейчас испытываете, когда принимаете участие в акции «Беларусь помнит»? Это мы здесь. Вот мой муж, вот правнучка наша. И мы это праздник, это счастье, что мирное небо над нами. В легендарной цитадели над Богом, которая первая приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков, в Брестский гарнизон сражался месяц. Кажется, что и спустя тысячу лет никто не забудет этот героический момент истории. Серафим Александрович Дунькович воевал с Ефимом Моисеевичем Поминным. Портрей защитника Брестской крепости его правнучка несет, высоко подняв. Рассказывал, как были в плену в Белоподляске, потом был в Германии в плену, работал на каторных работах. И после того, как уже освободили, он еще, то есть дошли наши, то он еще воевал, был ранен в ногу. То есть вот такая история про нашего дедушка. Сейчас, когда мирное небо, когда можно пройти сюда цитадели, в Брестской крепости, и пронести в руках портрет, каково это? Это всегда слезы, этот день мы ждем всегда, и всегда вот спокойно. Но когда вот сейчас, это мы, конечно, плачем. Вот сейчас мои дети, их правнуки, уже пишем работы в школе, школы проводят многие мероприятия, тоже уже есть в книге памяти в школу наш дедушка. Ну, то есть стараемся эту память увековечить, все, что можно, сохраняем. Портрет военврача третьего ранга Валентины Александровны Кокаревой-Четверухина и ее внуки привезли из далекого Санкт-Петербурга не случайно. Великую Отечественную войну она встретила в Брестской крепости. Была назначена руководителем госпиталя по эвакуации. На пятый день войны она попала в плен, прошла пять концлагерей, выжила и прожила 104 года и 4 месяца. Она буквально недавно от нас ушла, в ноябре 2017 года, но память жива, и каждый день мы вспомним о нее. Поэтому сегодня мы с семьей решили приехать в Брест и еще раз почтить и ее память, и всех-всех защитников, которых уже нет рядом с нами, но и тех оставшихся, которые живы. И да, это не оговорка. Единственный в мире живой защитник Брестской крепости. 99-летний Решат Салихамович Исмагилов проживает в Уфе. Портрет ветерана в руках внучатого племянника. С его портретом мы сегодня войдем в Брестскую крепость и будем вместе со всеми участниками Беларусь помнить акции «Пройдемся», для того, чтобы почтить память всех героев Великой Отечественной войны. Праздничный с одной стороны день, с другой пробирающий до мурашек. Жизнь в Бресте 9 мая всегда приостанавливается. Все внимание к будоражащему духу и душу шествию. Вспомнить о погибших и поклониться живым сегодня пришли тысячи человек. Колона шествующих растянулась на несколько километров. Сложно представить, сколько трагических и героических судеб вместилось в колонне. Участники парада прошагали от улинца Ленина до священной цитадели над Бугом. Голубое небо, разноцветные шары, флаги, красно-зеленые ленточки, как символ цветов победы. Все это определенно внушает доверие, что мы сможем сохранить мир, который достался страшной ценой, ценой невыносимых испытаний. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая. Писать хорошо – это значит никогда не говорите. Вы должны были это видеть. Принцип, которым руководствуются наши коллеги-журналисты Брестской областной газеты «Заря». Копилка их достижений с каждым годом пополняется новыми наградами, но в редакции считают, что самая главная победа – это то, что их знают, их читают и любят. Наши коллеги часто скромничают, а вот мы этого делать не станем. Расскажем о тех заслугах, о которых нужно говорить. На главном событии этого года в медиасфере 23-й международной выставке СМИ в Беларуси подвели итоги самых важных конкурсов. Среди печатных средств массовой информации это конкурс «Золотая литера» и «Золотое перо». Обе инициативы республиканского уровня считаются самыми престижными и значимыми среди представителей печатных средств массовой информации. Так вот, в одном из конкурсов «Заря» отличилась дважды, а в другом показала лучшие результаты в стране. Как удается быть всегда лучшими и чем живет творческий коллектив? Расскажем прямо сейчас. Свежих новостей и актуальной информации много не бывает. В этом легко убедиться. Нужно лишь перешагнуть порог редакции областной газеты «Заря» – лидере продаж среди печатных СМИ города. Лучше расскажут цифры. Тираж «Брестских газет» в среднем 5-6 тысяч экземпляров в месяц. Успешно противостоит конкурентам и, выходя два раза в неделю, держит свой тираж на уровне 12 тысяч «Заря». Происходит это благодаря четко выстроенной, отлаженной до болейших деталей системе работы. Журналисты всех СМИ, они работают, можно сказать, в цитноте. Во главе угла, как стояла оперативность и достоверность, так и стоит. Но этого сегодня мало. Важно, и то, на что я нацеливаю всегда своих сотрудников, это работа с душой, чтобы журналист пропускал это всегда через себя, через свое сердце. Тогда читатель все это воспримет, одобрит и выберет газету «Заря». Кабинет главного редактора «Заря» Александра Лагвиновича напоминает музей, стены которого украшены наградами самого разного масштаба – областного, республиканского и международного. На столе и за стеклянными витринами десятки дипломов, грамот. Последние – уникальнейшие. В конкурсе «Золотая литера» «Заря» отличилась сразу дважды. В «Золотом пере» показала лучшие результаты в Беларуси. В этом году мы по «Золотой литере» отличились сразу дважды. То есть мы получили главную награду – это «Золотая литера» в номинации «Молодежная и детско-юношеская тематика». Это очень такая целенаправленная, скрупулезная работа всего коллектива. Коллектив, кстати, у нас сегодня очень молодой, и поэтому, наверное, не случайно и вполне заслуженно мы получили эту награду. Второй диплом мы получили как лауреат конкурса «Золотая литера». Это историко-краеведческая тематика. Тоже у нас очень масштабный проект на страницах газеты. Это «Беростейские долягляды», «Белорусском уны». Проект, персональная номинация, но уже «Золотое перо» – это конкурс, который проводил белорусский союз журналистов. Единственные журналисты из Брестской области нам это отрадно отметить и подчеркнуть, что это наш сотрудник, сотрудник редакции газеты «Заряд» Данилова Елена Сергеевна. Атмосфера в редакции, конечно, шумная. Пока верстается новый выпуск, журналисты читают свежие сводки новостей, ищут инфоповоды, темы и героев, чтобы на планерке не быть предсказуемыми. Ведь журналист в самом классическом понимании – эдакий универсал, который должен владеть разными навыками и ориентироваться во всем многообразии жанровой палитры. А вообще в «Заре» нет строгих рамок. Мастера печатного дела могут реализовывать свой потенциал и писать о том, что зажигает. Военно-патриотическое направление вызывает особый энтузиазм у обозревателя отдела новостей Олега Гребенникова. Не случайно «Заря» из тех немногочисленных в Беларуси газет, которая имеет исторически героическое прошлое. Это одна из немногих газет, которая выпускалась даже в годы оккупации на территории непосредственно Республики Беларусь и Брестской области. В урочище Хованщина, это и в отцоведческий район, была партизанская зона, был штаб партизанского соединения, при котором работала и подпольная типография газеты «Заря». Выходила она в небольшом формате, буквально там чуть больше школьной тетради, листа, которые отображались в действиях партизан, события на фронтах. А вот любимый жанр обозревателя отдела политики и общественных организаций Нины Митюковой – журналистское расследование. С учетом того, что сейчас у нас идет не только печатная версия, но и интернет, и хочется скорости, какой-то оперативности, мобильности, он просто немножко трансформируется. Если раньше можно было позволить чуть больше аналитики, то теперь уже, наверное, делается упор на оперативность, на какую-то картинку, на что-то острое, что-то раскапывать, добывать информацию, именно ту информацию, которую еще никто не нашел, например. Я это нашла, выяснила, поговорила с людьми, проанализировала, пропустила через себя. И, наверное, потому что здесь все пропускают работу через себя, «Заря» не просто живет, развивается. И главное, здесь создана атмосфера творчества, взаимопонимания и свободы мыслей. Кажется, это именно та атмосфера, которая и позволяет большому коллективу строить большие планы и достигать больших результатов везде – на просторах печатных и интернет-ресурсах. Традиционные СМИ – это все-таки проверенная информация, качественная традиционная журналистика. Свою роль сегодня традиционные СМИ тоже видят в том, в том числе и «Заря», чтобы держать эту планку. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Человек с ограниченными возможностями. Кто он? Что он чувствует? Чего хочет? На самом деле того же, что и обычные люди. Просто быть счастливым. Ощущать, что он важен, нужен обществу. И получить все это особенный человек может через творчество. Международный фестиваль «Непротоптанный шлях» – это одна из тех площадок, где царит по-особенному домашняя атмосфера, где каждый может раскрыться и быть услышанным. В этом году форум искусства проходит в 15-й раз и встречает особенных артистов, руководителей коллективов, театральных критиков, режиссеров из пяти стран – Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины. Чем запомнится форум образца 2019-го? Насколько он был долгожданным? И что позволяет фестивалю вот уже столько лет оставаться таким же интересным и популярным? Расскажем прямо сейчас. Определенное оживление на протяжении нескольких дней ощущается в стенах Дворца культуры профсоюзов. Здесь по давней хорошей традиции собираются особенные артисты. Люди, которые имеют ограничения по здоровью, но не хотят жить в рамках. Они мечтают и творят. Международный театральный фестиваль «Непротоптанный шлях» в этом году приветствует 9 коллективов. Именно столько отобрало компетентное жюри для участия в форуме искусства в 2019-м. Место, на котором собираются эти люди, оно заряжает энергией их на следующий год, заставляет их двигаться дальше. Это как такая отправная точка, от которой и к которой они стремятся в своих творческих поисках. Коллектив из Пинска «Театр Кит» – один из самых преданных участников фестиваля. Сюда артисты приезжают ровно столько, сколько существует форум искусства. Юные актеры-школьники с особым трепетом готовятся к выходу. И пусть жизнь не подарила им шанс слышать этот мир, зато чувствуют они его и зрителя больше остальных. «Дети с удовольствием всегда работают над спектаклем, им это очень нравится, они очень всегда довольны куда-то выехать, не только сидеть в своей школе, где-то выехать, где-то побывать, где-то участие принять. Ну и вообще они театр любят, потому что у нас репетиции всегда спокойно проходят, интересно проходят. И тем более вот такие, в этот раз мы пошли, вот я говорю, по новому пути, взяли средневековые времена». Спектакль театра «Кид» «Илия или конь» на сцене без единой реплики. Удивительные костюмы эпохи средневековья, сильная музыка и, конечно же, игра актеров делают постановку настолько органичной, насыщенной и комичной, что овации публики не заставляют себя долго ждать. «Пять стран участниц», «Десятки артистов» и «Сотни проигранных сюжетов». Тема фестиваля в этом году – басни и легенды. Используя различные формы подачи материала, уникальные инструменты и, конечно же, искренность, которой обладают особые актеры, режиссерам удается достичь такой силы и одновременно такой гармонии восприятия спектакля, которая дает возможность зрителю понять происходящее без слов. «Эта работа очень интересная, потому что участвуют разные недуги – это и умственные, интеллектуальные, и физические. И вместе с профессиональным была очень интересная работа, как они друг другу давали разные задачи, и друг друга сучились, и дополняли». Наблюдая каждый год за тем, как меняется фестиваль, как он трансформируется жанрово, понимаешь, почему его путь и его шлях не протоптаны. Здесь нет ограничений, нет ярлыков, есть только творчество, которое объединяет, сближает, раскрывает новые грани мира, живущего порой шаблонно и однообразно. Ведь откроет новое только тот, кто ступит на непроталенную дорогу и останется верен ей до конца. А верить в особых артистов – значит дарить им новую жизнь, такую, в которой они пойдут дальше, без стереотипов и рамок. На следующей неделе – Международный день семьи. Он отмечается в мире 15 мая. В Бресте пройдет целый цикл мероприятий. К слову, стартовали они уже сегодня. В рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы предусмотрено проведение республиканского конкурса «Семья года». В областном этапе приняли участие 20 семей победителей городских и районных этапов конкурса «Лучшая многодетная семья». По их результатам были определены 5 семей конкурсантов, которые сегодня боролись за право представлять Брестскую область в финале. Давайте посмотрим, как это было. За победу боролись пятеро семей. Их отобрали ранее на предварительном этапе. Поскольку цель конкурса «Семья года» – укрепление основ семьи, пропаганда простых, но таких важных ценностей и главные условия супруги должны быть с многодетными родителями. Задание 2. Первая – визитка с акцентом на историю своего рода. И вторая – презентация активной жизненной позиции. Вообще оценивалось все – кулинарное мастерство, творческий потенциал, образ жизни, интеллектуальные способности. Жюри будет оценивать конкурсантов и по участию всех членов семьи, и по их достижениях, и их жизненной позиции, и по воспитанию детей, и по всем семейным ценностям. Нам очень приятно, что та семья, которая заняла первое место у нас в районе, она сегодня выступает и борется за честь быть первыми. Нам это очень приятно, потому что мы являемся, ну не то что учредителем, но мы готовили эту семью, мы радовались тому, что она победила. И я считаю, что есть все шансы для того, чтобы эта семья была сегодня первой. Речь о семье с очень доброй и красивой фамилией – Котик. Эта ячейка общества родилась 14 лет назад. Именно столько любовь правит бал. А результаты – два талантливых сыночка и лапочка-дочка. Семья Котик проста и неделима, значит, непобедима. Это их девиз. Быть многодетными родителями не планировали, но у судьбы на этот счет были свои планы. Когда первенцы забирали в обуви мы с роддома, мы забыли все свои вещи. Сумку забыли. Одна с вещами – сумка, а вторая была – пакет для ребенка, новорожденного. И вот говорят, где забудешь, там вернешься. Поэтому мы вернулись и два раза. Выступление конкурсанта в самом разгаре, за кулисами не менее горячо. Здесь ждут, чью фамилию назовут лучшие в Бресте и тщательно готовятся к выступлению. Музыкальные, творческие, энергичные и такие самообытные. Главное, что хочет показать семья Демьянюк из Брестского района – это то, что любой человек может быть по-настоящему счастлив только там, где родился. Человек может счастлив быть только на своей родине и только в окружении близких ему людей. И переход наш к песне «Беларусь синюка» идет именно через слова нашего папы, который говорит, что жил во многих уголках мира, но все-таки пришел к выводу, что человек может быть счастлив только у себя дома. Самое важное – это то, что можно провести больше времени со своими детьми. Потому что, когда ты готовишься к подобным мероприятиям, конечно, ты с детьми танцуешь, поешь, что-то вырезаешь, рисуешь, лепишь. Они больше узнают о своих предках, они узнают историю своего рода. И такие мероприятия сплочают семью больше всего. По итогам конкурсных заданий жюри определила семью победителя. Трофей завоевала семья «Котик». Они выдержали областное испытание и вполне вероятно, что вскоре начнут готовиться заявить о себе на всю страну. Финал конкурса состоится в столице страны в октябре этого года. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни мая. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 12-13 мая погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Воскресный день в Бресте будет отмечен переменной облачностью, пройдет без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6-8, максимальная днем 21 градус. 13 мая местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер в ночные часы умеренный, южный сменит направление на северо-западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 10-12 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова